Всем доброе утро. У нас сегодня пока с утра опять хмуро, но ветра нет. Солнышко встаёт. Возможно, Вера поразветрит сегодня. В интернете посмотрела, стоял бы, может и не будет. Поменяла чистенькую водичку в ванне утяжком, кстати, вот уточка вот эта вот уже тоже начала в пух щипать. Получается, это она уже тоже сегодня-завтра, но в течение двух-трех дней точно сядет. А это сейчас вышло покупаться. Они смачивают грудку, ну перья, чтобы охлаждать яйца. То есть им вода нужна обязательно, когда они сидят на яйцах, высиживают. Им вода обязательно. Они смачивают перышки, таким образом они охлаждают яички. Что они вот такого делать, я не знаю, клювы кверху и как начинают, начинают так разговаривать. Один пошел и все подхватили. Это у нас слоня. Инда вот такая оставили, потому что их нужно менять каждые два-три года, чтобы стадо не обмерчало, нужно менять. Это мы взяли с другого хозяйства. Так что вот, это у нас Федя. Так, ну что, пока уточка у меня на что покушать, мне сейчас нужно поместить яички. Потому что если ее будут подносить, а подносить могут и неделю. То есть выводок может задержаться до десяти дней. Нам этого не нужно, нам нужно, чтобы они дружненько вывелись. Поэтому сейчас проверю. Так вот это маленько уберу. Сейчас проверю, помечу маркером, нарисую, которые будут уже лежать. И все. Ну вот, в общем, видите, все пометила крестиком. Они, конечно, она со временем их сотрет. Они будут очень гладкие, чистые, блестящие. Вот, потому что она их переворачивает и греет, как бы трет и поэтому может и сотраться. Но это мне на первое время. Вот, потом я уже буду просматривать их. Сейчас она два дня уже просидела. Где-то дня через два уже будут видны зародыш. То есть можно уже проверить, провоскопировать и проверить, есть ли там зародыш. Было у нее поднесено всего одно яйцо. Это очень маленькое. Это у нас черные уточки. Я его забрала. Нам от черной уточки утяток не нужно. Вот. И они, скорее всего, все равно они неплодотворенные. Потому что Федя никак ее догнать не может. Вот. Все пуха у нее все больше и больше. Она пока их открыла, проветривает. То есть если она закрывает, утка чувствует, когда закрыть, когда открыть яйца. Вот. Все пометила. Сейчас она пока кушает. Я это все дело провернула. Все, сейчас она пока ест. Так, что со вторым гнездом? Сейчас я сюда залезу. Но видите, тоже пух. Уточка начала пух. Это, я знаю, это уточка с серой грудкой. Вот. Ой, даже в солому. Вот видите, яйца уже там прям запрятаны, запрятаны. Вот тут вот в соломе уже яйца. Это она уже прячет. А эта уточка побольше, поэтому яйца ей можно побольше. Но так как она уже садится, ну, вернее, не садится, а уже сейчас будет. Поэтому надо мне приготовить ей тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Да, этой уточке бы надо еще яйчик пять, чтобы носила. Она большая. Вот. Эти у нее уже были даже припрятаны. Ну, в общем, это она, значит, уже тоже. Либо сегодня, либо завтра уже подсядет. Ну, что, пусть пока столько яиц будет. Это уже хорошо. Так, что вот. Какие дела. Так, сейчас посмотрим, сколько у нас сегодня градусов. Шесть. Нет. Шесть градусов. Ну, что, выбрала сегодня время. Мне нужно будет накрутить фаршик на пельвине и чебуреке. Вот я уже порезала. В чебуреке лук побольше фарш. То есть я разделю на две части лук побольше, который френш. Был у меня еще полкило фарша из грудки куриной. Ну, вот. Сейчас накручу. Потом покажу, что получилось. С этой мясорубкой у меня, я с ней плохо вообще дружу. Ну, что делать, крутить нужно. Натупился опять нож. Начала крутить. И пошло. Вот. Сейчас подключу ножик. Чтобы хоть как-то не нарубать все-таки этот фаршик. Вот. Наверное, уже ни у кого таких мясорубок-то нет. Ну, что, домучила этот фарш. Все-таки докрутила. Вот. Сейчас я половинку добавлю на другую емкость. Накрутила отдельно лук. Это для чебуреков. Чебуреки лук надо побольше положить, чтобы они были сочные. Вот. Сейчас я переложу. Ну, что. Сделаю я пельмешки. Ну, вот. Делаю я вот такой решеткой. В общем, у меня входит в этот ботон три решетки таких. Это поддоны с холодильником, где хранятся аккумуляторы. То есть удобно. Сюда складываю, замораживаю. Вот. Кладу на пакетик. В пакетик они очень хорошо отстают. Вот. Сейчас сварю себе на обед немножко. Пообедаю. И пойду делать дела. Ну, что. Сварила себе пельмешки. Пойду сейчас пообедаю. Вот. Кто в это время тоже кушает. Приятного аппетита. Ну, что. Осталось тесто и фарш. Вот. Ну, у нас по цене манты. Ну, еще остался еще кусочек теста. Ну, не беда. Сейчас положу в пакетик и в морозилку. Хранить можно месяц. Так что пригодится. Ну, и что. Как вы думаете, куда меня опять понесло? В общем, на Авито я выставила заявление в продаже 100 отростков. Ну, там у меня то, что были влишки. Брасывать жалко на символическую плату. Смотрите, 50 тысяч. Вот. И написала, мне нужен алоэ. И написала, что возможен обмен на алоэ. Либо куплю недорого. Вот. Написала мне женщина, что есть у нее алоэ отросток. Сейчас пойду заберу. Не говорили. Ой, ребята. Как с этим бороться, уже не знаю. Короче, меня нельзя никуда отпускать. Я-то пошла за отростков. Вот. Эти отростки они не приготовили. Но. Рядом. А эти отростки, в общем, там три отросточка небольших. Сто рублей стоит. Рядом стояло вот это вот счастье. Триста рублей всего. Вот. Вот. Этот куст трехлетний. Лучше бы они мимо не показали. Короче, схватила я этот куст. Вот. Вот тащу двой. Влаго исти со всем рядом. Конечно, если бы он далеко его не тащил. Ой, ну что, ребята, тащила я этот куст все-таки. Да, конечно, пошла за отростком. И взяла вот такой вот. Вот. Конечно, тяжело. Земля тяжелая. Но, я говорю, хорошо идти со всем рядом. Вот. С перекора не дошла. В общем, у них вот примерно вот такой. Нет, поменьше. Но вот такой вот пучок. Сто рублей. Я, в принципе, за ними пошла, за этим пучочком. Я знаю, что он разрастается здесь хорошо. Мне хватит. Я выращу. Рядом у них стоял вот этот кустик. Не знаю, или на счастье, или на беду. А она предлагает, а не возьмете этот кустик? Я говорю, так я, в принципе-то, мне росточков хватит. Ну, посмотрите, какой он шикарный. Вот. Как вот его не взять. В общем, у нас главное выносить их на улицу летом. даже садит в грунт, и он у нее очень красиво цвел. И сейчас я его поставлю на веранде. В дом не буду заносить. Вот. И оставлю пока до... Ну, оставлю на веранде, пока он у меня будет жить. Вот. 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 Возможно, какие-нибудь росточки еще оттяпаю. Просажу. Так что вот. Сходила Наташа за троском. Утяжка моя сидит. Девочка. Да? Ну, она маленькая, как раз по ней коробочка. Замечательная. Сиди-сиди, девчонка. То-то-то. Сиди-сиди. Всё-всё. А этот парень с девчонками на крыльце загорает. Как в горымы. Да, Федя. Ох, какие у тебя девочки-то. Красотки. Да, Федюш? Да, красотки твои. Субтитры создавал DimaTorzok